Болезнь. Рак, например, для чего человек болеет? Ну, если вы знаете причины заболевания раком, вы получите наберевку. Вот только с чего вы решили, что рак посылает Господь Бог, мне непонятно. Бог испытания посылает. Ну, глупость это какая-то. Слушайте, если вас какой-то дурак на дороге подрежет, вы в аварию попадете, это вам Бог испытания посылает? Вы думаете, что Бог внушил дураку на дороге, чтобы он вас подверг вашей жизнеопасности? А если у кого-то близкий человек умирает в результате автокатастрофы, это Бог испытания вам посылает? То есть Бог убивает людей, чтобы послать вам испытания? Вы всерьез так думаете? Видите, вот эта ригидная мораль, она же тупая на самом деле, потому что она тупиковая. Когда начинаешь людям вопрос задавать, они просто теряются. Очень удобно думать, что все плохое в жизни – это тебя Бог посылает. Но это хула на Бога. Потому что очень часто человек сам виноват от своих бедах. Его беды очень часто бывают результатом его действий, его поступков. И это не обязательно болезни могут быть. Есть вещи, которые от нас не зависят. Абсолютно. Просто в жизни такое случается. Очень многие вещи. Ужасные, потому что мир возле лежит. Но помимо Бога в мире еще есть дьявол. Почему люди хотят все скинуть на Бога, я не знаю. Не понимаю. Сказано в Писании, дьявол ходит, как лев ирка, ищет кого погубить. Он нас чаще всего искушает, но и пакостит иногда тоже. Но пакостит он обычно праведником. А чаще всего мы, обычные люди грешные, мы сами виноваты в своих несчастьях, сами виноваты в своих бедах. Они результат нашего выбора, наших поступков, наших действий. Мы просто бежим от ответственности. Мы всячески от нее отпихиваемся. Мы готовы ее оправдать Богом, испытаниями, волей Божьей. Как бы как-нибудь назвать, как-нибудь рационализировать. Лишь бы не брать на себя ответственность. Это же страшно. Придется же столкнуться с правдой жизни. С правдой жизни сталкивается. Человек не хочет. Как же приятно врать себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова